МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть правонарушения, которые на сегодняшний день расследуются. Вы знаете, те персонажи, которые баллотируются в Одесской области, да, их можно, в принципе, перечислять, потому что это все персонажи из прошлого. Это персонажи вот того позорного антиукраинского режима Януковича, которые сегодня, к сожалению, пытаются действовать вот такими методами грязной скупки человеческой совести. Если хотите. И я очень надеюсь на то, что с усилением ответственности за подкуп избирателя, и не только за подкуп избирателя, но в том числе и за продажу своего голоса. И таким образом, по сути, продажу будущего, и это не бравада и не патетика, это позиция патриота Украины. Потому что тот, кто покупает, тот негодяй и сволочь, кто продает, тот предатель. Как бы это жестко не звучало. И до тех пор, пока вот эти вот все вот эти киваловые, матвейчуки, скорики и другая продажная комарилия будут действовать таким методом, будет очень сложно что-то изменить. Но я ответственно заявляю, бойтесь, убегайте, потому что мы вас достанем, и вы сядете в тюрьму. Вы получите реальные сроки заключения. Завтра закон, я надеюсь, будет опубликован, и от ответственности ни одна мразь не убежит. Это позиция министра внутренних дел, и это позиция сегодня тех людей, которые отстаивают демократичность и свободу выбора. Давайте все-таки дождемся первой публикации закона, это очень важно. Президент подписал, спасибо ему большое, это важный шаг. Потому что изменения, кстати, которые были предложены именно Министерством внутренних дел, являются революционными и цивилизационными. Почему? Потому что мы много лет, десятки лет последних, жили в ситуации, когда скупка голосов была абсолютно нормальным явлением. Вообще это страшно, на самом деле. Наверное, потому Украина и проходит такой сложный путь, что раньше вот этим всем негодяям, их можно называть пофамильно, от Януковича до Азаровых, Ефремовых, Шуфричей, Бондаренок, ваших, из ваших я имею в виду, Одесских, Киваловых, Скориках и других подонках, вот им все время удавалось, они за деньги покупали. Сейчас, когда мы говорим об избирательном процессе, я надеюсь, что даже за вот это короткое время, которое осталось, нам удастся донести до людей, что нам нужна их помощь. Мы не можем открывать дела без реального заявления, без реального подтверждения и без реального фактажа. Гражданское сознание должно начать работать. Кстати, завтра во время пресс-конференции я сделаю заявление, я уже сегодня у вас это говорил. Я думаю, что мы дадим определенную мотивацию людям, чтобы они шли сейчас на сотрудничество с милицией. Я понимаю, что есть нюансы. Я понимаю, что доверие еще не возвращено в полной мере. Я понимаю, что в милиции, к сожалению, еще продолжают работать коррупционеры, еще продолжают работать в силу определенных обстоятельств. Да, продолжают работать нечистоплотные на руку сотрудники. И это выбивает людей из контекста. Но нужно сегодня идти друг другу навстречу. Если будет лидер, который замешан в вот таких делах, я уверен, что нам удастся это поломать. То есть, надеюсь, что эти нечистоплотные люди не получат право представлять одесситов в парламенте. Южные и восточные регионы сегодня работают в усиленном режиме. Я могу сказать, что и Одесса, и Херсонская область, и Николаевская, и, естественно, Донецкая и Луганская, как и, собственно говоря, вся Украина с 16 числа, сотрудники Министерства внутренних дел с 16 октября перешли на круглосуточный усиленный режим работы. Подразделения работают в штатном режиме. И, естественно, помимо этого действует наш координационный центр совместно с Министерством внутренних дел и Службой безопасности Украины, а также Генеральной прокуратурой Украины. Это наши спецподразделения, которые действуют на упреждение всевозможных провокаций, диверсий, а также террористических актов. И последнее задержание, которое регулярно, как вы видите сейчас, практически ежедневно происходит, доказывает эффективность вот этого нашего совместного, скажем, наших совместных действий. Поэтому касательно этого, я думаю, что не стоит переживать, и все будет хорошо, и поверьте, что мы сделаем все возможное для того, чтобы какие-либо провокации были упреждены. Ну а тем, кто захочет вдруг опять здесь или в каком-либо другом городе что-то покачать, предупреждаем. Жестко и бескомпромиссно. В наручники и в тюрьму никто играться со свободой и независимостью нашего государства вам не позволит. Сядете, если будете нарушать закон. Точка. Я бы хотел поблагодарить одесситов за 2 мая. Это трагедия. И это страшно, то, что произошло. Но, наверное, вот та прекрасная, патриотическая, украинская, государственная, если хотите, Одесса и ее граждане, граждане Одессы и граждане Украины предотвратили попытку вот этого путинского шабаша, вот этой кровавой вакханалии, которую хотел здесь устроить кремлевский маньяк в Южном регионе. И та трагедия, которая произошла, наверное, в какой-то степени перевернула всю ситуацию, потому что мы не дали возможности вот этой сепаратистской заразе расползаться по югу Украины. Я уверен в том, что здесь это больше не пройдет. Но это не значит, что мы не должны быть внимательны, потому что с учетом того, что я вижу у вас на билбордах, когда проезжаю по улицам города, вот те фамилии, которые мне встречаются по дороге, ну, мягко говоря, меня возмущают. Это демократия, и каждый имеет право участвовать в избирательном процессе. Но могу вас заверить, что значительная часть представителей вот этих оппозиционных блоков, а также представителей режима Януковича и, по сути, межигорской мафии, должны сегодня сидеть в тюрьме. Они пробуют вернуться. И не просто вернуться, а иметь право влиять на процессы в Украине. Очень важно, чтобы до людей это дошло. Ну, а в целом за Одессу я абсолютно спокоен. Город прекрасный, город патриотичный, город светлый. Я очень-очень люблю Одессу и одесситов. Министерство внутренних дел Министерство внутренних дел все материалы передало в суд. И, собственно, то, что было расследовано управление внутренних дел по Одесской области, я по этому поводу непосредственно в Киеве проводил брифинг, посвященный в том числе и событиям в Одессе. Там есть два эпизода. Это Греческая площадь и непосредственно Дом профсоюзов. По Греческой площади есть задержанные. Я в силу просто определенных, сказать, не помню количество. Я точно знаю, что, точно помню, что есть и задержанные непосредственно, которые находятся под стражей, которым предъявлено обвинение. Они изучают материалы следствия. И, если я не ошибаюсь, девять человек, которые находятся в розыске сегодня. По этому эпизоду та же такая же приблизительная ситуация. И по Дому профсоюзов тоже материалы переданы в суд. И идет поиск тех, кого не задержали. Ну, а что касается задержанных, то они также знакомятся уже с материалами следствия. Я думаю, что в ближайшее время будут суды по этим инцидентам, кошмарным и трагическим. И я думаю, что виновники получат достойное наказание. Реформирование системы – это реформирование целостного и комплексного подхода. И здесь будет специфика государства Украина. Я бы вот так ответил на ваш вопрос. Потому что вот часто спрашивают, а какую вы модель там избрали. Вот там литовскую, польскую, грузинскую, французскую. Или хотите избрать. Мы всегда говорили о том, что мы хотим видеть модель украинскую. Свою модель реформирования Министерства внутренних дел. Поскольку это наша страна, это наша ментальность, это наши особенности, это наше восприятие друг друга. И вы знаете, министр внутренних дел Арсен Аваков, который, поверьте, ну просто живет этим. И действительно для него вопрос чести закончить эту реформу. Собственно говоря, как и для вашего покорного слуги, я действительно вижу свою миссию также в том, чтобы помочь министру завершить вот эти начатые преобразования, революционные преобразования в системе МВД. И здесь в первую очередь нужно говорить о том, что в предложенном нами реформировании, да, если убрать вот нюансы какие-то, там, говорить о конкретике, то главная, наверное, фабула заключается в том, что министерство и правоохранители, новая полиция, новые спецподразделения, они будут на службе у народа и на службе у закона. Политическая складовая какого-либо влияния на министерство будет упразднена. То есть, кроме того, что министр будет политической фигурой в силу того, что его будет избирать парламент, но будут максимально урезаны окончательно возможности влияния политической складовой. То есть, это будет профессиональная, настоящая европейская полиция, которая будет служить народу и закону.